всем привет меня зовут катя и вы на моем канале о вязании крючком в этом видео я подробно покажу как взять такой узор разберем и и схему узора и вот по порядово все провяжем вместе вяжу я из джутового шпагата у меня трехниточный плотность 1600 текс и крючок использую номер 4 у меня есть вот такая замечательная книга по узорам именно из нее я взяла схему для этого узора мы с вами будем разбирать каждый ряд схемы и следом провязывать его то есть такая теория практика у нас будут совмещены для того чтобы вы полностью все поняли и потом самостоятельно смогли по схеме воспроизводить этот узор вот так выглядит схема узора на первый взгляд очень сложно и непонятно но на самом деле все предельно ясно смотрите здесь такой нюанс что первый ряд обычно мы принимаем его за лицевой но здесь мы видим что цифра обозначающая ряд то есть один у нас находится не справа как мы привыкли а слева соответственно мы всегда читаем схему от цифры то есть в нашем случае первый ряд считаем от цифры слева направо и видим первый ряд у нас состоит из столбиков без накида и воздушных петель провязываем 4 столбика 6 воздушных дальше снова вяжем столбики без накида снова 6 воздушных и так до конца ряда провяжем для узора необходимо набрать количество петель кратное семьи плюс 1 петля для симметрии и 1 воздушная петля для подъема я наберу двадцать две воздушные петли 22 1 воздушная и провязываем по схеме 1 2 3 4 столбика без накида во вторую петлю от крючка вот 1 вот 2 1 2 3 4 дальше 6 воздушных петель следующую петлю цепочки начинаем вязать столбики 1 2 3 4 5 6 7 столбиков дальше 6 воздушных снова опять 7 столбиков без накида 6 воздушных и заканчиваем ряд 4 столбика без накида провязали первый ряд приступаем к вязанию 2 ряда во втором ряду у нас будут столбики без накида и обвязка вот этой цепочки из воздушных петель столбиками с накидом мы сначала провяжем столбик без накида затем вот в эту цепочку обвязываем ее 14 столбиками с одним накидом затем пропускаем 2 столбика после вот этой цепочки 2 столбика предыдущего ряда и провязываем 1 столбик без накида дальше снова обвязываем арку из цепочки воздушных петель 14 столбиков с накидом снова 2 пропускаем вяжем столбик и давайте прожим воздушная петля для подъема поворачиваемся во вторую петлю от крючка вяжем столбик без накида дальше обвязываем цепочку делаем накид проходим внутрь арки вяжем столбик 1 2 3 и так всего 14 поправляйте здесь вот цепочку опускайте вниз столбики и 14 дальше пропускаем два столбика 1 2 3 вяжем столбик без накида и снова подходим к следующей цепочке провязываем сюда 14 столбиков с накидом пропускаем два столбика 1 2 и в 3 вяжем столбик без накида и так вяжем до конца ряда в конце ряда у нас будет провязан в последнюю верхнюю горизонтальную столбик без накида и встречаемся на вязание третьего ряда третий ряд изнаночные мы начинаем с двух столбиков без накида с одной вершины там начинаю вывязывать из столбика без накида предыдущего ряда и из самого нижнего столбика с накидом далее мы провязываем в основании столбиков с накидом 12 столбиков на то есть работаем с двенадцатью верхнюю столбиками с накидом и дальше даже три столбика без накида с одной вершины вывязываем из нижнего столбика с накидом из столбика без накида и из нижнего столбика с накидом в следующей арке все и дальше снова 12 столбиков без накида три столбика с одной вершины и заканчиваем двумя столбиками с одной вершиной вяжем третий ряд воздушная петля для подъема и заводим крючок во вторую петлю от крючка это предыдущий столбик без накида достаем петлю дальше шагаем следующую верхнюю горизонтальную это верхняя горизонтальную от столбика с накидом до нижнего достаем петлю и 3 петли на крючке провязываем вместе провязали столбик без накида с одной вершиной дальше вяжем верхние горизонтальные столбиков с накидом столбики без накида всего 12 их 10 11 и 12 заводим крючок верхнюю горизонтальную последнего столбика с накидом достаем петлю дальше это верхняя горизонтальная это от столбика без накида предыдущего ряда достаем ниточку и шагаем вершинку столбика с накидом достаем петлю получилось 4 петли на крючке провязываем вместе провязали 3 столбика без накида с одной вершиной дальше снова вяжем 12 столбиков без накида 11 12 3 столбика без накида с одной вершиной 1 2 3 провязали все вместе и снова 12 столбиков без накида и в конце ряда у нас будет 2 столбика без накида с одной вершиной также как начинали ряд 11 12 и вот остается две верхние горизонтальные заводим сюда сюда и провязываем вместе провязали 2 столбика без накида с одной вершины закончили вязание третьего ряда вяжем четвертый ряд четвертом ряду у нас в начале 4 воздушные петли они имитируют столбик с двумя накидами и здесь они выступают не в качестве петель подъема а выходя из основания до предыдущего столбика у нас был два столбика с одним накидом отсюда у нас выходит 4 соответственно вот эта петля у нас уже задействована как будто бы мы провязываем здесь столбик в четвертом ряду дальше мы отсчитываем 1 2 3 столбика без накида и в 4 провязываем столбик с накидом далее вяжем два столбика без накида 6 воздушных и два столбика без накида затем снова работаем с четвертыми сверху столбиками здесь мы провязываем два столбика с накидом с одной вершины и так далее до конца ряда в конце у нас один столбик с накидом и столбик с двумя накидами с одной вершины провяжем делаем 4 воздушные петли и и как бы сымитировали столбик с двумя накидами что тут верхнем горизонтальном уже не считаем дальше отсчитываем раз-два-три и в четвертую провязываем столбик с накидом дальше вяжем два столбика без накида 6 воздушных 2 столбика без накида дальше в четвертые сверху провязываем два столбика с накидом здесь вот в один прием вот так провязываем дальше делаем накид вот центральная часть и от нее мы читаем раз два три в четвертую провязываем не полный столбик с накидом и три петли на крючке провязываем вместе провязали два столбика с одним накидом с одной вершиной дальше снова два столбика без накида 6 воздушных 2 столбика без накидом и два столбика с одним накидом с одной вершиной и столбик с накидом и столбик с накидом 2 накидом в самую крайнюю заводим крючок и провязываем столбик с 2 накидами не полный раз три петли на крючке вместе провязали столбик с одним накидом столбик с двумя накидами с одно тимом, с одной тюрьки в Ja вершиной закончили вязание четвертого ряда пятый ряд у нас повторяет второй ряд и здесь мы делаем вязку цепочки из воздушных петель начинаем со столбика без накида в основании вот этих вот столбик предыдущего ряда и далее обвязываем 14 столбиками с одним накидом цепочку из 6 воздушных петель дальше делаем снова в основании от этих двух столбиков столбик без накида обвязываем арку и так далее до конца ряда в конце ряда столбик без накида про вяжем делаем одну воздушную петлю для подъема 2 петлю от крючка провязываем столбик без накида дальше накид и провязываем вот что варку 14 столбиков с накидом так дальше в основании предыдущих столбиков 2 провязываем то есть мы пропускаем от 1 2 и вот сюда треть провязываем столбик без накида все и так провязываем до конца ряда и в конце ряда нам нужно провязать столбик без накида в основании столбика с накидом вот он вот что провязываю закончили вязание этого ряда рассмотрим шестой ряд шестой ряд у нас повторяет третий ряд то есть мы начинаем с двух столбиков без накида с одной вершиной затем вяжем 12 столбиков без накида затем три столбика без накида с одной вершиной 12 столбиков без накида и 3 столбика без накида с одной вершиной так далее и в конце 2 столбика без накида с одной вершиной провяжем вместе давайте делаем одну воздушную петлю и шагаю во вторую петлю от крючка достаем рабочую нить и в следующую вершину горизонтальную достаем рабочую нить провязываем 3 петли на крючке вместе провязали 2 столбика без накида с одной вершиной дальше вяжем 12 столбиков без накида 11 и 12 далее провязываем 3 столбика без накида с одной вершиной раз два три 4 петли на крючке провязали вместе дальше снова 12 столбиков без накида потом три столбика без накида с одной вершиной и так до конца ряда в конце ряда 2 столбика без накида с одной вершины и встречаемся на вязание 7 ряда 7 ряд у нас повторяя 4 ряд здесь мы начинаем ряд с 4 воздушных петель затем в 4 столбик снизу без накида вяжем столбик с накидом далее вяжем 2 столбика без накида 6 воздушных 2 столбика тем 2 столбика с накидом с одной вершиной провязываем их в 4 снизу так противоположные столбики без накида и так далее до конца ряда все точно так же как и в четвертом ряду то есть формируем базу для следующей арки и провяжу с вами седьмой ряд раз два три четыре воздушные петли дополним откуда у нас выходят воздушные петли это имитация уже провязанного столбика с двумя накидами поэтому мы сейчас ее не считаем идем дальше вот раз два три и в четвертую провязываем столбик с накидом затем два столбика без накида 6 воздушных два столбика без накида и не считая вот этой вот центральной нижней петли находим четвертые верхние горизонтальные петли и провязываем сюда не полный столбик с накидом раз два три четыре сюда не полный и закрываем их одной вершины получили два столбика с одним накидом с одной вершины снова делаем два столбика без накида 6 воздушных 2 столбика 2 столбика с одной вершиной 4 с одним накидом и снова основание для следующей арки и в конце провязываем столбик с одним накидом и столбик с двумя накидами с одной вершиной седьмой ряд готов и давайте рассмотрим последний ряд в схеме это восьмой ряд восьмой ряд это идет обвязка цепочки воздушных петель он повторяет пятый ряд напомним как мы обвязывали здесь у нас только столбики с накидом и столбик без накида между арками все на самом деле больше нечего вам показать и рассказать по этому узору схема говорит что нам нужно повторять с третьего по восьмой ряд вот этот вот весь узор наш на самом деле все просто завяжите еще несколько рядов и все точно поймете и запомните схему я вам обязательно оставляю в инфобоксе там будет ссылка на эту схему вы можете скачать и работать уже по схеме надеюсь что если вы не умели читать и не понимали чтение схем то здесь вы уже немножко разобрались в этом и самостоятельно сможете работать но вот что у меня получилось по схеме этого узора я очень надеюсь что у вас тоже все получилось если остались какие-то вопросы вы можете мне смело их задавать оставляя их в комментариях и подписывайтесь на мой канал я буду очень рада если вы останетесь со мной постараюсь как можно большим делиться с вами и пока пока